Здоровки, Амиго. Погнали посмотрим видосичек. Вы серьезно думали, что с Гагарином может произойти хоть что-нибудь плохое? Гагарин, он выживет любой... Гагарин... Я верил, что нет, 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 Гагарин не помрет. Я знал, я вообще подумал, что сначала это какой-то фейк. Это может быть какой-то подставной, типа, каскадер просто Гагарина. Вы серьезно думали, что с Гагариным может произойти хоть что-нибудь плохое? Как известно, любой уважающий себя Гагарин хотя бы раз в своей жизни должен побывать на орбите. Что он, в принципе, удачно и сделал. Запуск произошел без эксцесса, все системы отработали штатно, потерь среди личного состава нет. Поэтому спокойно расходимся. Ну а мы начинаем начинать. А начнем мы с голодных лайфхаков. Ага. Сука, это реально самое гениальное, что я бы за последнее время вообще в принципе видел. Если бы я это видел, хотя что это я, это, блядь, это Матвеев, наверное, пожалуй. Короче, похуй. В общем, это самый лучший, самый рациональный, самый прикольный способ правильно сложить ебаную бухту шланга, которая весит просто тонну, блядь. И одновременно при этом не надорваться. Едем дальше. Полезная насадка на дрель. Мини-токарный и по металлу. Миллион сто семьдесят четыре тысячи просмотров. Всем привет, ребята. Решил сделать насадочку на дрель в виде токарного станочка. Самый хуёвый токарный станок лучше, чем пизда да и нихуя. Двести сорок миллиметров, высотой тридцать миллиметров, шириной пятьдесят миллиметров. Ну, короче, в общих чертах конструкция нашей конструкции ясна. И если бы это был какой-нибудь другой канал, который подобные вещи делает исключительно ради просмотров, то я бы сразу сказал, что самоделка полная хуйня. Но на данном моменте мне стало очень интересно, а возможно ли вообще из подобного металлолома сделать хотя бы приблизительно что-то, что будет напоминать по функционалу станок? Учитывая... Ты... Сука, я так и знаю, ты специально это делаешь, да? Вот это кидаешь прям так по ушам. Но я хочу еще раз. Нет, не хочу еще раз. Иди в пизду. ...что токарный станок обычно делают не от хорошей жизни. Следовательно, исходя из этого, у автора изобретения, как правило, нихуя еще нету. Поэтому мы постараемся максимально приблизиться к условиям автора. Я там что-то слышал, что автор говорил про какие-то 240 миллиметров. А это где-то вот столько. Так, станина готова. Нихуя себе, как ровно вышло. Идеалочно. Что здесь, что здесь. В условиях нихуя не имения нам для начала нужно определить горизонтальность поверхности, которая будет работать как поверхностная. В данном случае у нас ровно горизонталь. Теперь берем нашу станину и ложим, кладем сверху электронный уровень. И видим, что у нас тут немножечко нихуя не параллельно. Станок обещает быть охуять каким точным. Ну а мы едем дальше. Заглушки будем делать из того, что валялось под ногами. И, конечно же, подручным способом. Надо же, как ровненько болгаркой получилось, а? Согласно инструкции, отверстия на будущих торцах нашей станины будем делать диаметром 14 миллиметров. И, конечно же, подручными способами. Да-да-да-да, конечно. Прихватываем наш... Да-да-да, блядь. Подручными средствами. Торцы к этому, блядь. К станине, вот. Поэтому вы сами знаете, что... Ну что же, очень даже неплохо получилось при помощи подручных средств отшлифовать станину, но теперь наша задача сделать все ее стороны относительно друг друга 90 градусов. Она же плоскопараллельность, или как ее там? А это нихуя не простая задача. Так что мы опять сейчас прибегнем к подручным средствам. Но для этой задачи нам необходимо сделать дырки. Вот, блядь, сук, и пролазит. План Б. Я уже, надеюсь, вы догадались, что все это собрано исключительно из подручных средств, а нам сейчас ничего не остается, кроме как сделать еще две стороны под 90 градусов к основной уже готовой стороне. Ну и теперь же самое главное, конечно же, это надо перепроверить нашу плоскопараллельность 63 и 28 сотых. 27. Как бы кое-что, между прочим. Для снижения пятна контакта, как следствие трения между нашими будущими сопрягающимися частями нашего хуительного токарного станка, мы подумали, и я решил, что здесь не... Блядь, заебал маху. Не помешает вот так вот ебануть паз. Паз мы ебанем диаметром 20 миллиметров, твердосплавной фрезой. Ух, ебать его сраку. Прошу обратить внимание, все исключительно из подручных средств. Именно так. Хуйня делов. Два дня работы и деталь готова. Так что у нас тут остается всего ничего. Передняя бабка, задняя бабка, вязанка дров и станок готов. Сырьем для производства ног у нас выступит тот самый 140-ой двутавр, в который, по идее, надо ебаться. Отпилим, конечно же, подручными методами. Я думал, что подручными там, пиздец, как заебался бы это все делать. Привариваем ноги, поэтому... Так-то, если что, с точки зрения станкостроения, уже изготовленные, поверенные и загнанные в точный размер детали, сваривать нельзя. Но нам, как известно... Похуё! Похуё! Вообще! Поперечная эта подача, также сделана из полосы. Но мы из полосы, конечно же, делать нихуя не будем, потому что это пиздец, как заебисто. Сделаем точно так же из швеллера. Это будет гораздо быстрее, геометрически правильнее. Мы же тут сегодня топим вроде как заработоспособные поделочки. 35 на 35 вот такое корыдце сварил. Ну, а у нас будет 35 на 65 вот. Зато, по крайней мере, не сварная какая-нибудь поебень, а монолитная деталь, и батьё сраку. Правда, сейчас тут опять подручными средствами дохуя фрезеровки и всё такое, ну, вы же понимаете. И ещё усилил вот десятый квадрат. Я же надеюсь, вы понимаете, что вот эта вот ебанина должна находиться где-то вот здесь. И сверху у нас должна тудой-сюдой ездить резцедержкой. И чтоб всё это нормально закрепить, и чтоб это всё нихуя не люфтило, нужно наварить всякое ебанино ещё вокруг. Ёбля со всякими укрепляющими десятыми квадратами, это всё, конечно, весело, но оно нам нахуй не усралось. Что-то наше хуй тригало из говна и палок постепенно стало превращаться в токарный станок, не находите? Ну да ладно, блять, время строить поперечку. Раз пошла такая пьянка, режь последнюю фольгу. Хотя фольга это ж не про пьянку вроде. Похуй. Тих. Наши планы сделать хуй его знает какой станок, и с хуй пойми чего, окончательно накрылись пиздой. Развлекается, развлекается по-своему, да? Ну шо, по-моему, время делать резцедержку. Вообще, по-хорошему для изготовления резцедержки нужно дохуя железо. И если честно, у меня даже есть одна лишняя. И вот самое интересное, это знаете чё? Идеалочно подходит, но великовато. Поэтому наша следующая задача обнаружить в запасах нашей скромненькой мастерской какие-нибудь обрезки фольги подходящей толщины. Тык, блять, шо у нас тут есть? Фольга 12 миллиметров. Не густо, но пойдет. Наша следующая задача из этого скромного куска фольги... Сколько там? А, 12 миллиметров. Вырезать два квартатика 80 на 80 миллиметров. Резцедержка у нас будет большая, но, сука, низкая. Потому что и так уже высота ебать его в сроку какая. Стоя, нихуя не улазит, блять. Поэтому резать будем лежа. Будет очень долго, но зато и менее ровно. Все уже, пора менять. Пора менять. Нортон. О, дай бить. Готовенько. Теперь у нас осталось дело за малым. Передняя бабка и задняя детка. Для этого нам понадобится... О, нихуя себе прикручено, ебать. Сейчас вернусь. И для этого нам понадобится дрель. Кстати, если что, то из сверлильного станка вообще, в принципе, станок токарный сделать было бы гораздо быстрее. Но это с лирика. Поскольку в качестве передней бабки в нашем случае выступать будет обычная электрическая дрель, ну, конечно, не очень обычная с двумя передачами, ну да ладно. Понадобится как следует ее зафиксировать, потому, как известно, хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. А для того, чтобы это сделать, нужно дохуя железо. Или в нашем случае алюминия. 42,5. Мне только одно интересно. Сколько пришлось бы ебаться со всем этим, делая без нужного оборудования? Я... Это же почти что нереально, либо займет настолько много времени, что это такое просто дрочь, и тебе нехуй заняться, если ты это все вручную просто делал, без оборудки. Это, опять же, пиздец. Банной матери в стружку. Из подручных средств. Теперь от схуяренного отхуяриваем еще немножко. И теперь от отхуяренного отхуяриваем еще чуть-чуть. Ну и теперь оставшиеся пускаем к ебаной матери в стружку. Ну шо, Акакий, время срать. А мы не жрали. Да ебаный в рот, блядь. О. Работает заклинание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я обычно ни за что не переживаю, но сейчас я переживаю, потому что, знаете что, обычно то, что мы делаем, должно работать, но оно не работает. А то, что я делаю сейчас, точно не должно работать, но, возможно, работать будет. И вот это меня очень сильно беспокоит. Ладно, хуй с ним, пока я при памяти, время ебануть заднюю бабку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В качестве вращающегося центра для задней бабки у нас будет невращающийся центр, потому что давно уже здесь нихуя не вращается. Но патрон у нас все-таки останется. Но патрон-то есть, патрон пригодится. Здесь в качестве очень полезной опции, в которую мы будем запихивать кусок какой-то ебаной хуйни, которая у нас будет работать упором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блядь, гайки не та, сука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блядь. Чисто случайно очень выгодно для нас так уж вышло, что все резьбы, которые двигают продольную поперечную подачу, 14 миллиметров. В таком случае вся конструкция позволяет получить не только токарный станок, но и устройство для пыток. Ну, в смысле, если вы нихуя не поняли, то кого-то нужно заставить здесь что-то вытащить, а крутилками будут у нас работать вот эти вот прекрасные ведьмы. Ну ладно, поскольку сейчас такая цель не стоит, использовать в качестве крутилок вводим подложки для фибровых кругов. Идеально, блядь, подходят, сука. Момент истины. О-о-о! Ну, это, конечно, задачка была, в принципе, достаточно простая, поскольку алюминий можно проточить даже за лупой. Сейчас мы подбросим сюда какую-нибудь железячину, и вот уже тогда посмотрим, что наш станок моет. А еще у нас здесь постоянно наличествует наличие и проблема того, что в наш существующий патрон нихуяще не влазит, варять. Поэтому нам понадобится токарный станок побольше, для того, чтобы проточить диаметр, который влезет в патрон. В качестве подопытного у нас будет выступать 20-й кругляк. Только от него нужно немножко отрезать, потому что нихуя не влезет, блядь. Ну и потом, конечно же, проточить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А-а-а! 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 Уже, смотри, потяжелее! Пошло потяжелее! Если быть максимально кратким, то станок полнейшая хуйня. И тут, если честно, даже страшно представить, что бы у нас получилось, если бы я попытался повторить в точности то, что у нас было в первоисточнике. При всех внесенных в конструкцию совершенствованиях и кардинально другом подходе изготовления данного устройства, мы в итоге по факту получили абсолютно никакую жесткость, просто ебанутую конусность, отсутствие лимбов и, разумеется, кучу проебанного времени и расходных материалов. Но если все вышеперечисленное вас нисколько не смущает, благословляю вас на новое свершение. Кстати, данную поебень могу совершенно безвозмездно вручить нуждающимся, кто напишет в комментах, что она ему нужна. Ну, конечно же, без навесного оборудования. Ебать бы, какой охуенный Вантас получился бы, блядь. Все ссылки на мерч в описании. Лой, смеписька, до свидания. Я пересмотрел почти что все видео Доктора Дью, и я ничему уже почти не удивляюсь. По крайней мере, в первых выпусках я видел такую срань, которую не стоит вообще видеть, наверное, пожалуй, в принципе. Я, знаете, даже когда в момент уже вижу, что Доктор Дью пытается усовершенствовать, я такой, ну, возможно, возможно, может быть из этого что-то выйдет. Потом такой, вижу, когда это заходит все дальше и дальше, я такой, нет, нет, нет. Это полная хуйня и трудозатратная хуйня. Сколько это времени отнимает, если это еще и делать вручную. Я просто без подручными, как там говорится, средствами, да, все это сделать. Это же полный пиздец. Надо быть максимально упоротым человеком, чтобы без оборудки все это делать. И то ради какой-то идеи проебаться несколько дней в гараже, чтобы сделать какую-то полную хуету. Только ради видео на роликов делают такое, наверное, DIY-щики, вот. О, люди сидят такие, ух, блядь, нормально, мужик, красиво, еще покрасил, да. Какой девочек покрасил весь станок, включая трущиеся части. Вообще фигня, все, все нахрен закрашиваем, как в советские времена, все, вместе с ручками надо все закрашивать. Естественно, зато красиво, зато классно. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok